Всем привет! На связи снова я, Андрей Байлов, и сегодня у меня в гостях мой друг Микаил Шакин. Миша, привет! Привет, Андрей! Да, и сегодня Миша будет отвечать на вопрос подписчиков канала про отличия в ранжировании Гугла на Запад и в Рунете, собственно. Итак, подписчик канала Олег спрашивает, есть ли отличия в алгоритмах ранжирования Гугла для выдачи СНГ и для западной среды, а то какие? Миша, тебе слово. Да, отличия есть, очень хороший вопрос. По опыту могу сказать, что Гугл не включает все свои фильтры для СНГ в полную мощность. По ощущениям они работают от 10 до 50% своей, так сказать, полной силы. Если смотреть в англоязычном сегменте, то тот же Пингвин, та же Панда и другие, например, алгоритмы, они очень жесткие, и достаточно посмотреть на темы на оптимизаторских форумах после апдейтов, или вспомнить тот же медицинский апдейт в прошлом году, когда пострадало большое количество сайтов. И это говорит о том, что в англоязычном сегменте, где Гугл является монополистом в поисковой выдаче, на поисковом рынке, он очень жестко применяет санкции в отношении к сайтам. То есть стоит там какие-то перейти границы допустимые, дозволенного, например, в ссылках, в переоптимизации контента, то сайт жестко очень наказывается. В Рунете это в полную силу не проявляется. И, на мой взгляд, у нас очень хорошая ситуация сейчас в русскоязычном сегменте, когда у нас, например, в России и Яндекс, и Гугл есть. И многие оптимизаторы в других странах просто мечтают о такой ситуации, когда не зависишь от одного поисковика, а у тебя, по крайней мере, еще один поисковик есть. Если в одном дела плохи, то можешь идти в другой. И поэтому, на мой взгляд, вот как я узнавал у своего друга, с которым мы 4 года в Америке прожили, и он сейчас работает руководителем команды лингвистов русского языка в Нью-Йоркском Гугл. Я спрашивал через него, у них там постоянно какие-то взаимодействия с другими отделами, с поисковым, с инженерами и так далее, с программистами. И я передавал через него вопрос в этом плане, почему, например, в России или в Белоруссии Гугл в полную мощность не включает фильтры. Они говорят, одна из причин, как мне передали, заключается в следующем. Гугл, он играет, так сказать, роль доброго полицейского. То есть, если, например, веб-мастера пострадали от Яндекса или у них что-то не получается, то они волей-неволей все равно придут в Гугл и будут в нем продвигаться. Это же касается и пользователей интернет. То есть, если им недостаточно качества поиска, например, в Яндексе, они идут искать в Гугл. И Гугл в этом плане хочет, так сказать, мотивировать веб-мастеров, что у них, когда они начинают в Гугле продвигаться, более активно ссылки используют, чем в Яндексе, например, и так далее, то у них лучше все получается, и у них мнение Гугли становится таким позитивным, положительным. А, например, если Яндекс, например, закручивает гайки, то в Гугле можно продвигаться. Но, тем не менее, эта ситуация немного жестче становится. Я не хочу сказать, что в Гугле вообще все прекрасно и легко. Лет, наверное, 10 или 5 назад было вообще все действительно легко. Помните, когда в Яндексе какие-то проблемы были, то в Гугле у большинства было вообще все отлично. Но сейчас потихоньку Гугл и в Рунете начал подкручивать гайки, применять какие-то и санкции, и фильтры, и медицинский апдейт, но в полную силу это не выкатывает. И, на мой взгляд, пока у нас будет как раз на рынке два крупных игрока, и Яндекс, и Гугл, у нас эта ситуация будет сохраняться. То есть у нас такая детская песочница, санаторные условия, по сути, для сайтов. Поэтому этим можно и нужно пользоваться. Вот, на мой взгляд, такие отличия. А общие принципы, конечно, общие. То есть главное в Гугле – это хорошие качественные ссылки, хороший контент, поведенческие на сайты и внутренняя оптимизация. Да, Миш, спасибо большое. Действительно, подтверждаю эту историю, что лет, ну, пять, не знаю, но семь-десять назад точно было очень легко. И ты выкатываешь сайт, у тебя, пока ты с Яндексом пытаешься как-то разобраться, у тебя в Гугле уже само там все выросло, и уже трафик пошел, хотя доля Гугла тогда была меньше, чем сейчас, но все равно это все выстреливало и сразу-сразу давало трафик. Сейчас, к сожалению, не так. Но когда вот мы пошли на Запад, ну, я почему, собственно, тебя и зову, то есть наш опыт на Западе не такой большой, как в Рунете, и мы тогда под Запад работали не так плотно, и когда мы стали туда выходить, ну, там, плотно, наверное, лет, наверное, шесть назад мы стали больше работать, у нас появились там клиенты и потом свои проекты, и тоже я увидел, что в Рунете такого нет. То есть уже пять-шесть лет назад уже было заметное различие и в фильтрах, и в сложности в целом. И эффект вот этой условной песочницы подольше, он и посложнее проходился. И не говоря уже о бюджетах, конечно, потому что в Рунете, ну, так как ссылки все еще титульная история в Гугле, то в Рунете ссылки мы за копейки покупаем, ну, в том числе эти ссылки, которые под Гугл работают. А на Западе это там сотни долларов, либо это пебенки, которые могут быть вообще золотые, если домены хорошие. Поэтому, да, в этом смысле, конечно, в Рунете, ну, так, мягко говоря, полегче с Гуглом. Так, ну, собственно, спасибо большое тебе за емкий и при этом довольно лаконичный ответ на этот вопрос. Все в духе канала, все по делу, все без воды. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. И увидимся в следующем видео и с Мишей, и со мной. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях и приходите на бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению. Ссылка в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok